По постановлению правительства Российской Федерации от октября 2012 года, номер 1006, у нас все медицинские организации, которые имеют лицензии на оказание того или иного вида медицинской помощи, имеют право оказывать платные услуги, в том числе, естественно, конечно, и муниципальные организации. Так, в нашей поликлинике оказываются платные услуги, они оказываются давным-давно, они оказываются, в общем-то, с постановления еще 1996 года, когда тоже было постановление правительства Российской Федерации о предоставлении платных услуг. Единственное, что у нас в этом году случилось, в том, что мы в реестр по платным услугам включили оказание педиатрической помощи. Вот, значит, платные услуги у нас оказываются во всех корпусах, то есть и на Ухтомского 30 в женской консультации, и на Правде 1 в стоматологии, на Мусоргского, на 10-2 в дагестанской, на Дагестанской 13 и на Правде 18. Значит, по платным услугам детской, как бы, поликлиники, что могу сказать? Для платных услуг у нас выделен отдельный кабинет, в котором по графику работают во вне рабочее время, по графику работают педиатры и узкие специалисты. Касса находится тоже в отдельном кабинете, поэтому, значит, по порядку оказания... Они могут не совсем понять, в нерабочее время. В нерабочее время для этого врача. Да, для этого врача. Для этого врача. Значит, это сделано для того, чтобы очень много было обращений. Сейчас летний сезон начался, очень многие экстренно куда-то уезжают отдыхать. Надо срочно оформить справки, надо срочно оформить какие-то документы для поступления и так далее. Вот. И для удобства, когда люди не хотят ждать очереди, когда люди хотят получить какую-то определенную помощь здесь и сейчас, для этого в плановом порядке организовано оказание платных медицинских услуг. По поводу УФЭ, что хочу сказать? Значит, во всех районах, во всех детских поликлиниках это есть, это введено по... Там у нас висит и прескорант цен, и на сайте поликлиники все это отражено, какие у нас цены, какие услуги оказываются. По ценовой политике, я думаю, что если вы смотрели, то уже определили, что у нас, в общем-то, цены не самые высокие в УФЭ, а, пожалуй, самые низкие. Ну, у нас очень активные жители, у нас очень активно это все обсуждалось и в СМИ, и на нашем сайте. Дема Суи обсуждается и на сайте УФА-1. Вот. Что хочу сказать? Вот именно такая активная позиция наших жителей позволила вывести наших педиаторов на первые три места. У нас сайт УФА-1 проводил интернет-голосование по определению лучших народных педиаторов 2014 года. И наши вот три педиатора, Ермухаметова, Павдисова и Акчулпанова, они как раз заняли лидирующие вот эти позиции. Вот. В других районах как-то не так активно обсуждается введение платных услуг. У нас вот это активно обсуждается, но всегда, к сожалению, мы многие... Это связано, вернее, с тем, что у нас Дема такой своеобразный район, да? Мы с вами немножко все вместе здесь работаем, все вместе живем, часто встречаемся в парке, в магазинах и так далее. Обсуждаем, тебе что сказала, тебе что сказала. Потому что очень много обращений есть. Но почему-то обращаются у нас сразу к Путину. Вот. И вот, например, даже по обращению к Владимиру Владимировичу, мы когда анализировались, спрашивали мамочку, вы обращались к кому-нибудь в поликлинику? Она говорит, нет, мне соседка рассказала. То есть я хочу сказать, то, что говорят соседи, это хорошо, но вы все-таки с первых уст узнаете правильную информацию. У нас всегда доступны наши заведующие отделения, которые находятся в детской поликлинике, Эльза Эдуардовна, Резванова и Нелюбина, и Арапова. Поэтому, пожалуйста, приходите, спрашивайте. Никто не говорит, что дети будут обслуживаться платно. Это идет только как альтернатива бесплатной медицинской помощи. Спасибо, Елена Анатольевна. А почему запись такая очень? Вы знаете, к эндокринологу не попадешь, неврологу не попадешь практически за месяц или за полтора месяца не может обидеться. И вы должны обращаться к платным врачам. С записью, к сожалению, такая вот у нас проблема. Это связано с тем, что запись к узким специалистам вообще планировалось изменить регламент записи. Регламент записи по единой регистратуре, он разработан, как вы знаете, еще в восьмом году. И вот сейчас небольшие изменения внесены. Вот вы знаете, что, например, запись к терапевту совершенно свободна, пожалуйста. Вы можете прийти к терапевту совершенно... А запись к узким специалистам планируется ввести после консультации терапевта. То есть, как бы, сначала многие вопросы может решить терапевт. У вас педиатра нет на нашем участке? Педиатров у нас не хватает. У нас на 15 участках у нас работают 12 педиатров. По поводу укомплектованности, конечно, мы делаем все возможное. Вот сейчас вот у нас заканчивает интернатуру один педиатр. Два педиатра находятся на больничном и два педиатра находятся в очередном отпуске. По максимуму, все, что можно сделать для того, чтобы укомплектовать, мы делаем. Вот. И окулисты вообще будут? Да, у нас узкие места. И у окулистов, особенно у взрослых, это, значит, у нас уволилось. Но вот она, кстати, сейчас возвращается к нам. Она вернулась в 10-ю больницу. Сейчас возвращается обратно к нам Файзулина. Вот. Эндокринолог у нас ушла в декретный отпуск. Мы планируем, что она у нас выйдет в скором времени из декретного отпуска Егорова наша. Вот. Поэтому, конечно, проблемы у нас с узкими специалистами есть. Вы, извините, пожалуйста, скажите, а как это будет изменяться, запись конкретно, более конкретно? Как она будет меняться запись? Вы знаете, над этим вопросом вообще работает... Сейчас, подождите. Перебили вас. Демский район такой огромный. Нельзя здесь единую очередь делать. Почему мы должны отходить? У нас столько народу, сколько детей, детских хотя бы. Можно сделать единую очередь здесь? В Деме. Зачем мы заложили в Уфе? Вот. Звонишь, да? В основном сейчас город не мало. В основном у всех сотовый. Ждите, ждите в очереди, в очереди. Проходит 5-7 минут, потом только 10 минут, потом только... Слушаю вас, это же нереально. Почему в Деме-то нельзя это все сделать? Ну, дозвонить очень трудно, проблемно, понимаете? И в Деме бы сделали такой район, столько детей, тем более, столько детей пришло с других районов. Сделайте наш общий, хотя бы для детей. Не общий, а... Вопрос понятен. Мы не сможем выйти из общего, единого, как бы, такого вот пространства, да, информационного. Мало того, вы же знаете, что у нас общероссийский сайт, доктор.ру. То есть, вот так вот вообще... Я хочу сказать, вот у нас Уфа, она является лидером вот таким вот инновацией, вот информатизации. И у нас это один и является из первых таких пилотных проектов по поводу записи. Сейчас вся Башкирия записывается по сайту доктор.ру. И, в общем-то, это даже брали как за основу, вот эту систему. Ну, конечно, удобнее. И вы знаете, даже вот для нас, например, удивительно, когда, например, к нам из Сипаилова, к травматологу-ортопеду приезжают пациенты из Сипаилова, да, записанные к нам через единую регистратуру. То есть, вот такие вот есть моменты, но есть они, потому что мы с вами в одном городе живем, в одном информационном пространстве. Все ясно. Юлия Анатольевна, об открытии новой частной маленькой клиники по 15 дробь 1? Значит, на генерала Кусинева 15 дробь 1 у нас открылась новая частная клиника. Называется это клиника здоровья женщины. Это филиал большой крупной клиники, которая находится на Менгажево. Значит, возглавляет эту клинику доктор медицинских наук, профессор кафедры обширства гинекологии Фазлеева Эльза Тимуровна. Значит, эта клиника оказывает какие услуги? Она оказывает услуги консультативные по ведению беременности, по планированию семьи, по экстракорпоральному оплодотворению. У них имеется лицензия на высокотехнологичную медицинскую помощь. Вся хирургическая, гинекологическая помощь оказывается там, на Менгажево. Здесь у нас консультативный прием и отбор больных. У них очень хороший ультразвуковой аппарат, очень хороший ультразвуковой аппарат, терапевт принимает, и кардиолог еще принимает. Такая клиника. У нас, кстати, на Дагестанской 33, недалеко от нашего дневного стационара, тоже есть медицинская клиника частная. Называется «Здоровое тело». Там разные виды массажа. Там у нас ортопед, там у нас принимает педиатр, гастроэнтеролог. Вот там. То есть сейчас в Дюйме становится очень много частных клиник. Ну что, достаточно? Спасибо, Еда.